А в Черновцах попался на взятки главный лесник этой области. Этот чиновник деньги не брал, он их предлагал. Кому и за что, а также какие подводные течения в этой истории обнаружили местные активисты, узнаем от Ольги Паломарюк. 10 тысяч долларов ежемесячно. Именно такую сумму предлагал руководитель Черновицкого управления лесного хозяйства, получатель, начальник управления защиты экономики. Взятка должна была гарантировать лояльность правоохранителей. Главное правоохранительное выгодство за то, чтобы сотрудники полиции при действительном проверке выходили на место в порядке часового хозяйства и выявили там правоположение. Поймали чиновника во время передачи первой части взятки, но на его задержание следователи не остановились, залезли за сотрудников районных подразделений. В кабинете директора Черновицкого лесхоза документацию проверяли несколько часов. С обысками пришли домой, но ничего подозрительного якобы не нашли. Открывали по порядку все кабинеты, сотрудников не стали вызывать, я вызвал прибиральницу, у нее есть ключи от всех кабинетов. Я обзвонил всем директорам. Были обыски в Сокирянах дома, были обыски в двух домах Бергаметия у директора и были у меня. Сейчас начальник лесхоза области находится в СИЗО. Роману Череватому грозит до восьми лет тюрьмы, но в этой истории не все так однозначно, уверяют активисты. Косяки-мытницы зараз перекладывают на голову Череватого. И все эти вырубки, снова же таки, не на Киев, никто, а будут казаться, что это Череватый вид. Активисты называют еще одну причину обысков. Якобы кандидатуру на должность главного лесника области уже нашли. Насколько я слышал, то тянут очень страшную людину, который может выявиться раз в 20 лет лучше, чем Череватый. Это Яковец. Яковец, он когда-то работал здесь и натворил очень большие беды нам, Буковинцам. Останется ли Череватый на должности или его кресло займет другой человек, станет известно уже скоро. Как и то, не увеличатся ли и без того массовые вырубки леса в области. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности телеканал Интер, Черновцы.